Не только жесты, но также мимика и эмоции. Так говорят о своем языке в обществе слабослышащих. В центре реабилитации на этой неделе прошли дни знакомства с языком жестов. Скоро здесь начнутся и курсы. Познакомиться с языком жестов пришла мама шестилетнего Алмарса. Мальчик не слышит с рождения, ему поставлен слуховой имплант. Но этого недостаточно для того, чтобы мальчик овладел языком полностью, говорит Дация. И в этой ситуации мы потихоньку подошли к тому, что надо выучить язык жестов, чтобы помочь ему говорить. Пока общаемся по-всякому. Он очень сообразительный. И сейчас, смотря на язык жестов, я понимаю, как много жестов мы уже используем. И что он сам что-то придумывает. Какой-то способ, как показать, что он хочет. Два раза в году Центр реабилитации общества слабослышащих организует курсы латышского языка жестов. Они предназначены для тех, кто работает с неслышащими людьми. Сурдопереводчиков, педагогов, а также родителей и друзей. И хотя языки жестов русский и латышский отличаются, люди даже разных национальностей могут друг друга понимать. Это не только жесты, это и мимика, лицо, это выражение лица. Это всё вместе. Не только один жест, только сказать дом. Всё. Дом. Мама. Тетис. Это эмоции есть плюс. В Латвии язык жестов с детства используют 2000 человек.